Никита Михалков круто хайпанул на Билли Гетти. Я понимаю, вам, умная, качественная аудитория, совершенно не интересен Никита Михалков. Вы все про него понимаете, что он несет ахинею с экрана для того, чтобы понравиться Кремлю, чтобы обрабатывать все широкие народные массы, что американцы ужасны, они нас чипируют, а еще есть гейропа и только православие, самодержавие, народность, идите голосуйте за, так сказать, власть. И, кстати, смотрите, в каком антураже сидит Никита Михалков, да? У него, значит, символы власти, вертушки, вот эти крутые телефоны, икон, целая куча, и флаг торчит России. Цифрализация, возможность одной кнопкой решить вопрос. Да, да, удобно, удобно, комфорт. И кто будет прислушиваться к такому Никите? Ну, мне кажется, только люди без высшего образования. Должны быть те, кому это выгодно. Я тоже не смотрю Никиту Михалкова, видеть его не могу. Он еще сейчас постарел и стал вылитый свой папаша. Гемнюк. Помните, знаменитый Михалков, который сочинил гимн Советского Союза, который сейчас, по-моему, у нас играет только с другими словами. Вот этот гемнюк, который от Ильича до Ильича без инфаркта и паралича, вот и Никита Михалков превратился в гемнюка. Ну, кстати, если кому-то интересна метаморфоза, есть знаменитые дневники Никиты Михалкова из армии. Это, по-моему, какие-то там 70-й год, по-моему. Он служил в армии где-то на Камчатке, на флоте. И его так с души воротело вот от этой лжи, от этой советской бесконечной пропаганды. Из дневника Никиты Михалкова. А потом пошел спор с нашим комиссаром. Ох, какая же он гнида. Был он с женой, тихая моль. Окончил пединститут, проработал год учителем и бросил. Вообще бездарен и ленив, но жить-то хоца. А куда у нас бездарному человеку? Да еще и бездельнику и демагогу. В комсомол, на руководящую работу. Теперь читает лекции об империализме. Равнодушный, циничный, бездарный. И еще хочет казаться убежденным и искренним. Я его так к стенке припер, вместе со всей его партийной философией. Он мне в ответ пытался доказать, что все наши беды от плохих людей. Именно так и сказал. Плохие люди нам мешают жить, а хорошие помогают. И это руководитель. Мерзость какая. Тихие гниды, черви. Вялые, но убежденные трутни. Ленин, партия комсомол, в которой никто не верит. И везде бюрократия, воровство, раздолбайство. И вот Никита, мальчик московский, из хорошей семьи. И вот его с души воротит, он пишет. Из дневника Никиты Михалкова. Удивительный народ, великий, рабский. Живет себе спокойно в этом ужасе, считая все это единственно возможной жизнью. И не потому, что не знает жизни другой. Другая ему ни к чему. А главное, если и попытаешься открыть ему глаза на все, так он сам же тебя и растерзает. Живут люди, ругаются, плюются, но живут. И ничего другого будто и не нужно. Для них есть кто-то, кто ими руководит. Тот, кто начальник. И его дело решать все самому. Царь он, и все тут. И больше ничего не нужно. Что же делать? Зажимай народ этот. Терпит. Отпусти вожжи. Тебя же и сомнут. Так что же? И проходит 50 лет, и он сам превращается вот в такого вот столпа советской системы. Это тоже относится к нашему, так сказать, слабому стратегическому мышлению. Господи, я отвлекся. Хрен с ним, с Никитой. Короче, что там у него с Биллом Гейтсом? Кто там нас чипирует? Я и думать не думал. Но вот здесь, вот в гостиной, мои гости умные. За рюмкой чая мне объяснили. А ты знаешь, то, что выковырил Никита Михалков вот в этом изобретении Билла Гейтса, в нем большой глубокий смысл и видно будущее, куда мы катимся. Поэтому давайте присмотримся. Это патент под кодовым номером WO 2020 06 06 06. Самое страшное в этом патенте Билла Гейтса, это его номер 06 06 06. Ну все. В принципе, 50 миллионов жителей нашей страны, особенно женщины, дальше могут не вникать. Ну все понятно. Три шестерки, значит, это нас хотят чипировать, клонировать, зомбировать. И что, вот я не знаю, вот эти 50 миллионов жителей, у которых там зарплата нянечки в детском саду 7 тысяч рублей, ее хотят зомбировать, клонировать, чипировать. Это до нее тянется Гейропа своими руками? 22 апреля 2020 года, в аккурат, в день 150-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина, данный патент получил международный статус. Самое поразительное, что мне иногда в комментариях тоже пишут, Глеб, что вы думаете про чипизацию и про систему образования, как наших детей хотят... Я отмахивался, отмахивался, а сейчас думаю, слушайте, я полез в источники, по-русски нету, есть по-английски. Но даже мне, моего скромного знания английского языка, достаточно, чтобы понять, что ж там такое запатентовал Билл Гейтс. Переводим сообщение. Компания Microsoft запатентовала систему майнинга криптовалюты, которая использует человеческую активность, такую, как мозговые волны, температуру тела, в то время, как вы выполняете задачи, ну, например, такие, как используйте поисковые системы в компьютере, сидите в чатах, в соцсетях и читайте рекламные объявления. Ребята, вы поняли, да? Не ЦРУ, а чистый бизнес. Вот Билл Гейтс, он такой же, он же просто бизнесмен, ему все мало денег, он пытается зарабатывать и зарабатывать уже по ноптикум, да? То есть они хотят повысить эффективность рекламных объявлений, чтобы этот чип просто следил за тем, чтобы мы не мимо рекламы смотрели, не чайник ставили, пока играет реклама на вашем компьютере, да? А смотрели, там кликали, лайкали, переписывали все в соцсетях, и якобы от этого повышается эффективность рекламных объявлений. Ребят, да нет. Это просто возможность рекламодателя собрать чуть больше денег, если уж говорить о бизнесе. А на самом-то деле, да, людям нужно сделать хороший товар, и вы можете вообще не давать рекламу, или давать ее минимум, он, кстати, автомобили Теслы, изначально же, по-моему, Илон Маск вообще не давал никакой рекламы. Тем не менее, их раскупали со страшной силой, потому что, ну, офигенная машина, да? И так все. Как только ты делаешь что-то классное, слушай, сарафанное радио о тебе разнесет все, и твой товар разойдется, как горячие пирожки. И не надо впаривать вот эту безумную-безумную-безумную рекламу. Ну, значит, Билл Гейтс, а не ЦРУ, никакая не гей-роб, а просто зарабатывание денег, маниакальное зарабатывание денег. И Билл Гейтс, он же, вот она его физиономия, да, его же проклинает весь компьютерный мир. Вот в компьютерном мире очень много таких фанатичных, романтичных ребят, которые там за родину, за открытые коды, за то, чтобы осчастливить человечество, сделать что-то лучше. А Билл Гейтс всегда это на тему выжимать бабки, выжимать бабки. И вот они придумали этот чип. Боже мой. Они будут следить, смотрите ли вы рекламу. И если смотрите, вам капнет немножечко криптовалюты на ваш счет. Вот я так понимаю это изобретение. Очень смешное изобретение. Смешные вы деньги сможете заработать. Но чувствуете, куда идет мир? Вы будете сидеть перед экраном, вперевшись, ну, через 20, через 30 лет, да, смотреть на рекламные объявления, и вам будет в мозг капать немножечко криптовалюты. А потом вы пойдете и купите себе мороженое. Вы чувствуете? Ну, объективно к этому все идет. Большая часть человечества это бездельники, которые развлекаются, играют в компьютерные игры, гоняют уже деньги бессмысленные. Вот я против компьютерных игр полностью, потому что, ну, на мой взгляд, это какая-то уже абсолютно виртуальная экономика, вещь в себе, где люди просто ничего не делают. Ну, честное слово, лучше в футбол гонять. А здесь, перед компьютером, ладно, ладно, вы скажете, я старый хрен уже в компьютерах не понимаю. Я понимаю, и сыну своему компьютера не даю, и в телефоне у него интернет отключен. Мы имеем дело с людьми, которые цифровую зависимость ставят выше человеческих отношений и эмоций. Кстати, о бездельниках. У меня такое ощущение, что в нашей стране бездельников больше в процентах от населения, чем в других странах. Слишком много чиновников, армии, полиции. Вот эта вся бессмысленная бюрократия, которая ходит на работу от звонка до звонка, протирает штаны. И вот, кстати, сейчас коронавирус показал, что на два месяца их выключаешь из жизни, сажаешь домой. Они не ходят на работу, штаны не протирают, а жизнь-то в общем не остановилась, да? Реальные потери понес малый бизнес, вот эта вся торговля, кафе, то-сё. Хотя, знаете, если подумать, ты что, дома поесть не можешь? Тебе это кафе позарез нужно, да? Да ладно, да не парься, вон, съезди в супермаркет и пожарь на сковородке, и кофе себе здесь сделай. Ох, наговорил. Ох, нас будут отсеивать, будет кастинг всемирный, кастинг. И кто же будут те люди, которые будут его проводить? А самые продвинутые из вас, наверное, если дослушали вот до этого момента, сказали, чувак, куда тебя несёт? Ты тоже такой же бесогон, бла-бла-бла, пробила гейс, американцев, гей-ропу, ну и чем ты отличаешься от Никиты Михалков? Ребят, ну как чем? Я правду говорю, а он ахинею несёт. Видите? Огромная разница. Значит, если этот ролик зайдёт, в следующем выпуске я сделаю наезд на Германа Грефа. Вы же не любите Германа Грефа? Ждите. Да, и обязательно поделитесь этим роликом в соцсетях и везде, потому что я не знаю, как работает Google, но он точно не показывает мои ролики всем моим подписчикам. Полмиллиона подписчиков, а из них, дай бог, 10% увидят сообщение, что я сделал новый ролик. Так что, ребятки, на вас вся надежда. Давайте будем гнать супер-бесогон против мелких бесов. Поехали. Среди этих чипированных роботов где будет место поэтам, художникам, созерцателям, мыслителям? Кто-то сказал из русских философов, герой – это поэт действия, а поэт – герой созерцания. Где здесь место поэту? Где здесь созерцание?